Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Апт Александр Соломонович, доктор биологических наук, ведущий российский специалист в области экспериментальной иммуногенетики, заведует лабораторией иммуногенетики Центрального научно-исследовательского института туберкулеза РАМ. С 1998 по 2000 годы был членом комиссии ВОЗ по разработке новых противотуберкулезных вакцин. Александр Апт, член Американского общества микробиологов, член экспертного совета Российского фонда фундаментальных исследований, член редакционного совета, издаваемого в Эдинбурге журнала «Туберкулозис». Автор более 70 статей в центральных отечественных и зарубежных журналах. Профессор МГУ преподает на кафедре иммунологии. Профессор Апт в студии программы «Медицина в контексте». Здравствуйте, Саша. Я очень рада снова вас видеть, и все мы рады. Но сегодня у нас тема не та, что была в первый раз. Мы говорим не о моделировании заболевания, но мы говорим о таком важном для организма явлении, как воспаление, а точнее воспалительная реакция. Вот что важно отметить, что это реакция организма. И все больше внимания уделяется этому процессу, хотя история его описания восходит к Древнему Риму, но сейчас обнаруживается все больше данных о связи воспалительной реакции с различными заболеваниями, и не всегда, что главное, эта связь очевидна. Например, шизофрения. В последнем номере журнала «Сказофрения» показали ученые на определенной когорте пациентов с диагнозом шизофрения, что у них аномально развивается эта реакция, а также реакция окисления. Известно, что шизофрению лечат антипсихотическими лекарствами, препаратами, но авторы предлагают пересмотреть этот подход в свете своих данных и лечить с привлечением средств, которые нормализуют реакцию воспаления. Но вообще, на мой взгляд, это не совсем патология. Если в понятийном смысле, это, наверное, не патология. И вот здесь я уже умолкаю, потому что не будем забегать вперед. Об этом тоже в вашей презентации речь, пожалуйста. Я как раз тоже хотел начать с того, что в течение долгого времени, века, многие века, воспаление было всем известно. Воспаление всегда считалось реакцией преимущественно патологической. И гораздо короче история такого понятия, как иммунный ответ. И если даже мы начнем его, это понятие, с, допустим, Пастера, Мечникова, Коха, Штайгера, то все равно мы насчитаем только век с лишним. А воспаление – это действительно античность. Но благодаря тому, что произошло в иммунологии в последние 20 лет примерно, после того, как великий Чарльз Джейнвей и его ученик Руслан Меджетов достаточно четко связали то, что называется естественную резистентность или естественную иммунитет, или природную резистентность с адаптивным иммунитетом, и показали, что второй адаптивный иммунитет не происходит без первого, то сразу стало понятно совершенно, что понятие иммунного ответа, понятие воспаления – это почти синоним. И вот в качестве иллюстрации я хотел показать такую вот картинку. Я бы сказал простенькую. Я не призываю никого вникать во все сложности этого. Но тут интересно вот что. Если вы покажете такую картинку любому иммунологу, он скажет, что, конечно, это сеть цитокинов, которая регулирует иммунный ответ. Между тем, я эту картинку взял из гугля, из раздела воспаления. Следует только пройти чуть глубже Википедии и посмотреть на что-то более профессиональное, как вот немедленно в разделе воспаления обнаруживаются вот такие вот вещи, которые раньше… Википедия пишет, что воспаление – это патологический процесс. Ну, да, наверное. Патологический-то он патологический, но что делать-то, что же он называется. Вот смотрите, что мы здесь имеем. У нас здесь есть макрофаги, у нас есть нейтрофила, у нас есть Б-клетки, у нас есть Т-клетки, у нас есть гранулоциты и тучные клетки. Значит, если вы произнесете просто набор этих терминов при иммунологе, он скажет, ну, конечно, это же иммунный ответ. Но если вы это произнесете при патологе, современном патологе, он скажет, ну, да, элементы воспаления – самое главное. Так вот, иммунный ответ – это сеть на молекулярном уровне, это сеть распознаваний и производства самых разных молекул. И воспаление – это такая штука, когда на совсем интегральном уровне хозяин чувствует разными способами, через разные рецепторы, вторжение чего-то чужеродного, и немедленно начинает отвечать тем самым вот этим воспалениям, которое тут же, конечно, подключается к клетке в определенном порядке, начинается все, конечно же, с нейтрофилов. Но все то, что когда-то считалось просто клеточными реакциями в определенной последовательности, оказалось реакциями производства огромного количества растворимых медиаторов и полной взаимозависимостью всех видов клеток иммунной системы, в такой сложной реакции, которая является воспалением. Это картинка, по-моему, 2012 года, и она уже устарела чрезвычайно сильно, тут уже не хватает очень многих молекул, в частности, даже и тех, которыми занимаюсь я сам, и которые регулируют воспаление очень даже сильно. Так что в терминах современных воспаление – это, если не зеркальное, это, по крайней мере, одна из апостасей иммунного ответа. И если обобщать, можно сказать, что без иммунного ответа, по-видимому, нет воспаления. Но, конечно, в первую очередь, на ранних стадиях, это ответ естественный, а не приобретенный, неадаптивный. И как раз, если мы потом перейдем к тому, как воспаление начинается, что ли, мы сразу обратим внимание на эту клетку, на нейтрофил. Эта клетка была незаслужена, очень даже незаслужена, считая, я бы сказал, пари в иммунном ответе. Ну что, живет недолго, потом оказалось, что гораздо дольше, чем мы думали. Все-таки в воспаленной ткани нейтрофил живет не 12 часов, а так четверо-пятеро суток может жить. Потом оказалось, что он синтезирует кучу всяких веществ, потом оказалось, что он отвечает на кучу всяких веществ, и что это не то, что, как его раньше считали, такой отмороженный киллер, который убил, скажем, бактерию, которая вторглась, и сам помер, и на этом все кончается. Нет, оказалось, что клеточка довольно сложная, и отвечает она быстро, но сложно. И вот я перескочу через один слайд, и вот нейтрофил. И здесь очень коротко показано, что он вообще умеет делать. Если производство активного кислорода и азота и умение убить бактерию, которую он фагоцитировал, это старое, это известное, все это, так сказать, хорошо изучено, но вот то, что он делает сам, кучу химокинов и цитокинов, которые, в свою очередь, регулируют приход в точку воспаления других клеток и их активацию, а вот это уже и вовсе умение презентировать антиген Т-лимфоцитом, это совсем из недавних открытий, в общем, поставило нейтрофил совсем в другую позицию. То есть воспаление начинается не от чего-то простенького, а потом развивается по сложным законам, оно сразу начинается с клетки, которая очень и очень многое умеет. И еще надо заметить, что два разных типа воспаления, и это принципиально, это острое воспаление, и это воспаление хроническое. Все наши вот эти представления о том, что тот же нейтрофил, очень простой компонент воспаления, были основаны на наблюдениях за воспалением острым. Два, три, четыре дня, допустим, ну я не знаю, какой пример, гланда и ангина. Да, набились нейтрофилы, на стриптокок набросились, на стапилокок набросились, в зависимости от того, что будет. Сами погибли, микробы убили, мы прополоскали горло, и через несколько дней мы здоровы, и воспаления нет. Но это все острые вещи. Среди них тоже есть, конечно, и очень тяжелые, например, крайний случай острого воспаления – это сепсис, от которого защиты нет и сейчас, но огромное количество сейчас работ появляется о, казалось бы, такой странный интерес. Цитокины и сепсис. Какие там цитокины, когда сепсис убивает там в 2-3 дня, но оказалось, что ведь убивает, то он все равно в основном, скажем, сигналом ЛПС бактерий на те же нейтрофилы и макрофаги, переактивация клеток. Он убивает за счет высоченных температур, которые, в частности, зависят от того, что синтезируется огромное количество ТНФ, фактора некроза опухоли. То есть интерес появился недаром. И тут мы подходим к такой ситуации, что вот воспаление возникло, и хорошо, если оно ушло вместе с тем агентом, который его вызвал. А если не ушло, ведь воспаление может продолжаться очень долго, и тогда оно становится скорее повреждающим ткань процессом, чем процессом защиты. И вот мы здесь возвращаемся вот к этому вот слайдику, что очень важен баланс между активацией и подавлением воспаления. Он не ровен, и это закономерно. Значит, если воспаление не начнется, мы будем беззащитны против инвазии. Поэтому то, что обеспечивает начало и продолжение воспаления, как видите здесь, перевешивает то, что способно остановить воспаление. Гораздо больше факторов. Здесь, опять же, это очень неполный перечень. Такой, да, совершенно базовый. Вот. А вот, чтобы остановить воспаление, у нас на клеточном уровне есть регуляторные клетки, лимфоциты разные, регуляторные. А на уровне молекулярном, вот, пожалуй, кроме вот этих двух факторов, все остальное более-менее мелочь. Действительно, ТГФ-бета и интралекин-10 это серьезные противовоспалительные факторы. И в тех случаях, когда воспаление запущено и организм не справляется с ее остановкой, это может рассматриваться как возможные подходы к тому, чтобы воспаление остановить. Это вот самые такие общие вещи, которые я хотел сказать. Я хотел просто показать нашим зрителям пример того, как бывает устроено воспаление при хронической ситуации. Ну, я буду примеры приводить из своего туберкулеза, поскольку я им занимаюсь. Причем мышинного. Да, причем мышинного. Но надо сказать, что если грамотно моделировать, возвращаясь к старой передаче, если грамотно моделируют, на мышах можно сделать вполне все то, Мы как раз об этом и говорили, насколько экстраполируемый результат. Если экстраполируемый, только нужно модель хорошо подобрать. Это окраска препарата среза легкого, зараженной туберкулезом мыши. Гемотоксиленом это общий фон, общая структура легкого, так сказать, подкрашена. А коричневая окраска антителами с пероксидазой это специфический антиген на поверхности нейтрофилов. И, как видите, эти нейтрофилы формируют вот такой вот плотный довольно очаг. Тут уже других клеток почти не видно настолько. Причем понятно, что это же срез, плоскость, а это же ведь шарик в ткани легкого, это же сфера. И что произойдет с таким сферическим воспалением по мере того, как там начнут все-таки умирать нейтрофилы. Это ведь не за два дня, не за три дня. Это вот образовалось через месяц после заражения. И если такая штука будет постоянно подпитываться клетками теми же нейтрофилами, то там будет скапливаться все больше и больше и больше гибнущих клеток. Некроз фактически. А это... Они могут гибнуть разными путями. Они могут гибнуть некрозом, они могут гибнуть апоптозом. Последствия будут несколько разные. Потому что если некроз, это совсем плохо. Это действительно просто гнойное воспаление, где не остается клеток. Если апоптоз, немножко лучше... Чище. Немножко чище, да. Там есть еще два сложных процесса, один из которых только что Нобелевскую примену получил аутофагию. Вы менял, вы просто с языка сняли. Аутофагия, потому что при апоптозе клетка гибнущая будет уметь кое-что полезное делать из того, что пойдет иначе в мусор. Ресайклинг, как они это называют. Ресайклинг, да. Совершенно верно. Вот. Ну, там есть еще один процесс, который... Там же все-таки не только нейтрофилы, там и другие клетки есть, макрофаги, например. И такой есть процесс, который называется красивым словом эфероцитоз. Это когда макрофаг... В данном случае это когда макрофаг поедает и утилизирует умирающие нейтрофилы. Но, тем не менее, все-таки это будет гнойный очаг с элементами некроза обязательно. Что еще в результате возникнет? Вот это вот... Здесь окраска прям, можно сказать, прям противоположна, хотя это не совсем так. Вот эта окраска на нейтрофилы синяя. А вот это есть такая хитрая окрасочка, которая позволяет различить, какие ткани испытывают недостатки кислорода, гипоксию. Это хорошая такая окраска. Вы выводите мышам ее прямо ин виво за три часа до того, как вы будете проводить исследование. И именно гипоксическая ткань, будь то опухоль, будь то туберкулезный очаг, она вот так вот окрашивается пероксидазой в коричневое, и видно, что гипоксия окружает нейтрофильный очаг. Значит, двойной вред. Мало того, что некроз и гной, так еще и вокруг образуются очаги гипоксии, а гипоксической ткани очень плохо. И хотя микобактерии туберкулеза тоже не любят гипоксию, они, вообще-то говоря, любят кислород. Но они все-таки переживут, так сказать, пусть впадут они в какое-то латентное, дармантное состояние, им будет, может быть, не очень весело размножаться, но они выживут. А вот легкое, в котором появляются очаги гипоксии, оно уже снабжать нас кислородом будет весьма плохо. Вот. Это просто как пример того, что хронические воспаления, которые плохо контролируются, они ведут к самым разным, неприятным последствием для нас, грешных, которые вот чем-то таким заболели. Вот. Возникает мысль, конечно, значит, надо как-то регулировать воспаление. Ну, вот две молекулы пыли упомянут, которыми можно было бы воспользоваться, ну, вот эти две. Но это цитоокены, то есть факторы короткодистентные, вводить их системно нужно и очень токсичные, если в высоких концентрациях. То есть взять и начать, скажем, легкое промывать нужными цитоокинами у туберкулезного больного, это нужно доставлять просто в сам очаг воспаления, больше никак. Потому что системное введение цитоокинов, это пробовали много раз, и для активации, и для подавления, дозы нужны такие, что абсолютно непереносимые. А доставлять прямо в очаг белки, которые должны, между прочим, подействовать на нужные клетки, а не ненужные, эта задача пока не очень-то посильная, прямо скажем. Поэтому, конечно, как всегда, с чего началось? Сначала началось с аспирина, в общем, грубо говоря, ну, с простагландинов, подавление эндомитоцин, там, такие вот самые простые регуляторы воспаления, они, потом пробовали, кстати, и кортикостероиды, но это опять-таки очень неплохо лечить воспаление не интерстициальной и легочной ткани, но, скажем, воспаление, вызванное астмой. Кортикостероиды здесь весьма показаны, но сколько давать и как прекращать, это вечная головная боль врачей, потому что слишком низкие дозы малоэффективны, превысил дозу, как больной слезет с кортикостероидов, он же привыкает к ним чрезвычайно обычно постепенно постепенно отменяют, конечно, нельзя, но если вы доведете ситуацию до разбалансированности такой, что он сам своих гормонов делать не будет или совсем мало будет делать, это будет очень трудная врачебная задача. Это один такой сложный аспект регуляции воспаления, другой это когда. И вот это очень важно при таких болезнях, как туберкулез, конечно, и вообще где возможен баланс между диссеминацией возбудителя и нормальным состоянием ткани, где он находится. Если вы в самом начале в туберкулезную гранулему начнете ее давить, пусть вам абстрактно нашли способ подавлять туберкулезное воспаление, кое-что мы в этом смысле кстати и сделали. Значит, когда вы будете его подавлять, если вы начнете, пусть в эксперименте, в клинике, я уж не говорю, в эксперименте, вы начали подавлять воспаление, едва оно возникло, вот прям вот заразили мыши, на третий день начали давать противовоспалительное что-нибудь. У вас не образуется нормальных гранулем, которые ограничивают распространение микробов естественным путем. У вас сразу начнется диффузное, диссеминированное воспаление, что, конечно, кошмар. Это гораздо хуже, да. пойдет ваш туберкулез не по пути туберкулому или даже каверну, а пойдет он по пути к азозной пневмонии, и что, кроме как, хирургически уже и не лечится. Вот. Но если вы опоздаете, то будет поздно, у вас гранулемы начнут сливаться, они начнут формировать слитые очаги, большие, крупные, возникнет фиброзно-кавернозный туберкулез, тоже очень тяжелое состояние, и тоже часто приходится оперировать, чтобы избавиться от такой измененной ткани. Поэтому это ключевой вопрос. Слишком рано нельзя, слишком поздно бесполезно, где найти эту точку. В эксперименте это делается более-менее просто, вы просто сравниваете результаты введения каких-то регуляторных веществ на разные сроки. В клинике такой возможности разумеется нет, уж какой больной к вам попал, кого вы лечите, того вы лечите. и понять, стоит ли вот сейчас в этот момент, вот при такой-то, причем не забывайте, это же на фоне антибиотиков, вот при такой схеме антибиотиков, при таком ответе на эти антибиотики, при таком состоянии легкого по компьютерной томографии, вот сейчас стоит давить воспаление или стоит подождать? Абсолютно, конечно, никакого ответа на это нет. поэтому понимание таких базовых механизмов регуляции воспаления нам совершенно необходимо для того, чтобы хотя бы понять, можем ли мы стадии воспаления в практическом смысле различить, когда нужно давить, когда не нужно давить. Поддерживать воспаление, я бы не советовал ни в каких случаях. А это пример из нашей недавней работы, недавно в этом году опубликованной. Есть моноклональные антитела, которые реагируют с маркером на поверхности нейтрофилов, причем маркер высокоспецифичный, есть только на нейтрофилах, больше никаких клеток нет. И вот мышам можно вызвать у них туберкулез, заразить, и начать колоть эти антитела, чтобы одного укола хватает на то, чтобы примерно 2,5-3 соток количество нейтрофилов периферической крови упало бы процентов на 85. А, естественно, в легкое эти нейтрофилы приходят только из периферической крови, естественно. Костный мозг, кровь легкая, они не размножаются. И вот вам результат эксперимента. мы вводим мышам антитела или изотипический контроль, то есть антитела такие же, только с другой специфичностью, посторонние. Вот как выглядит нейтрофильное воспаление. Вот если мы убрали нейтрофилы, вы видите, это легочная ткань, здесь альвеолы есть, здесь дышать есть чем. дырочки, все-таки это дышит. А вот это окраска на нейтрофилы. И когда не специфические антитела, то видите, на еще, пожалуй, разительное это выглядит, когда оценивают, это серийные срезы, один за другим делаются просто с одного и того же кусочка легочной ткани. И вот что происходит, если не окрашивать наклетки, окрашивать просто общую патологию. Здесь картина пристойная, хотя, конечно, есть очаги, вот они. А здесь вы видите, это один сплошной очаг воспаления. И такие мыши, которым вводят вот такие антитела, они живут дольше. У них даже меньше микобактерий в легких высевается, потому что при отсутствии таких очагов и некрозов и гипоксии туда приходят макрофаги, туда приходят лимфоциты, там начинается адаптивный иммунный ответ, там, в общем, все не так уж плохо. Значит, вопрос теперь у меня уже к коллегам-врачам, почему вы не пробуете такие вещи делать в клинике? Но вот у вас есть козозная пневмония, вы это легкое все равно будете резать, отрежете ведь целиком, и у вас останутся небольшие очаги, набитые нейтрофилами, что, кстати, показали наши коллеги, которые работают на резекционном материале вот из института уже довольно давно, почему бы вам не попробовать анти-нейтрофильные антитела, ведь куча препаратов на основе антитела, это очень дорогая история, но если в клинике доказать, что нейтрофильное воспаление можно снимать антителами, то это может пригодиться ведь не только при туберкулезе, если они существуют в доступе против человеческих нейтрофилов, но на самом деле по теперешним временам заказать серьезные фирмы Монкланд... Я имею в виду даже часть не финансового составляющего, они существуют как товар. Я не уверен, что против маркера нейтрофилов человека вот прямо есть на рынке такой товар, но такой товар создается по заказу, причем эти антитела могут быть то, что теперь называют некрасивым словом гуманизированы, то есть у них с человеченкой, да-да-да, с человеченкой, совершенно верно, чтобы не особенно отторгались. Это все в общем можно и я считаю, что даже очень даже нужно, потому что результат вот он, пожалуйста. А протоколы не нужны для таких опытов? Какие-то одобренные? Я думаю, что нужны. Это в сторону реплика такая. Я думаю, что нужны, но если мы... Но это на уровне института, наверное, решается, да? Я думаю, что нет, я думаю, что это все-таки, наверное, фармкомитет должен в этом как-то быть, фармнадзор какой-то. В общем, дело это, конечно, не без Минздрава, разумеется, конечно, но раз мы при куче состояний вводим людям антитела против антигенов клеток человека, а это сколько угодно, и против цитокинов, против антигенов клеток, значит, я не вижу причины, почему бы делать исключение. Хрупкие клетки, пул возобновляется великолепно. Ну, если у вас начнется некоторая нейтропения после введения антител, и будет она длиться, ну, пока вводите. Ну, хорошо, на этом этапе можно положить больного в бокс, чтобы ему не угрожали банальные инфекции. Но это действие иммуносупрессора фактически, ну, по сути, В общем, конечно, если бояться... То есть содержать его так же, как иммуносупрессированного больного? Ну, да, примерно. И посмотрите, с основным процессом, ради которого все затевалось, не лучше ли станет? Я бы рискнул, но я, правда, не имею дело с больным. Да. Вот. Ну, о нейтрофилах мы поговорили, пожалуй, достаточно. Вот. А теперь, значит, второй, ну, главный игрок, как всегда, макрофаг. Вообще, он по времени, наверное, первый по началу действия, нет? Вы знаете, я... Или трудно сказать. Я не мечников, был это давно. Наверное, макрофаг более древний. Гранулоциты, наверное, микрофаги появились позже в макрофагах, скорее всего. Я имею в виду, как линия защиты, они не первые, или они? Как биосенсоры? Нет, если иметь в виду, конечно, их, несомненное, сходство с амебами и другими, вообще другими фагоцитами, причем даже у животных, у которых никаких гранулоцитов нет, то, конечно, первый, разумеется. Вот. Безумно пластичная клетка, умеет все, более-менее. И, опять-таки, до, ну, примерно, там, может быть, 10 лет назад это возникло, считали, что макрофаги, это прежде всего клетки воспаления, и что они регуляторы воспаления, а не эффекторы воспаления, они воспаление, собственно говоря, и делают. Но, как всегда, поскольку иммунологам хлеба не корми, дай все классифицировать, вот, оказалось, что макрофаги, взятые из очагов воспаления, и макрофаги, взятые, скажем так, на других стадиях воспаления, или сделанные инвитро в определенных условиях сильно отличаются от тех воспалительных макрофагов, которые были, ну, так сказать, считались прототипом этих клеток. Ну, значит, сразу сказали, что есть дифференцировка. Дифференцировку никто не показал, показали такую, я бы сказал, физиологическую дифференцировку. Действительно, макрофаги оказались разными. Их назвали М1 и М2. Здесь есть, да, вот они, М1 и М2. И догма теперешняя, и модный предмет для занятий, это, что есть макрофаги М1, которые участвуют в процессе воспаления, как именно клетки воспаления производят кучу кучу цитокинов, воспалительных. Вот они. Вот. И поэтому воспаление, собственно говоря, чуть ли не синоним макрофага, как это считалось всегда. Но здесь сделана попытка, вот в этой статье, такая пластичность и поляризация макрофагов. Это довольно известные авторы и хороший журнал Journal of Clinical Investigation. Они сделали попытку разграничить по-разному поляризованных макрофагов. Вот макрофаги воспаления участвуют в диабетическом воспалении, считают они, в артрите, там уж точно, там уж прям все. Громелонефрит, воспаление почек. Что касается микобактерий, то они там совершенно точно есть при туберкулезе и лепре. Но эту картиночку нужно перенести вот куда-нибудь вот сюда поближе, потому что или эту стрелочку откуда-то отсюда повезти, потому что это не совсем все точно известно. А вот что известно про макрофаги, которые поляризованы другим путем, про них известно гораздо меньше, но совершенно точно, что они делают. Они из полезного. Они принимают участие в заживлении ран. и их продукции ими цитокинов и химокинов имеют совершенно другой спектр, чем у макрофагов М1. Они их условно называют антивоспалительными, хотя я не очень понимаю, почему, скажем, рак молочной железы так уж антивоспалительный. Там прекрасное воспаление вокруг собственного опухолевых клеток тоже есть. Почему здесь приписано макрофагам М2 участие в раке? Не знаю, меня не спрашивается, но факт тот, что они действительно делают и интерлекин-10 в каком-то количестве, и при добавлении в модельные культуры с моделями воспаления гасят те реакции, которые мы называем воспалительными, я здесь предпочитаю быть аккуратным. Макрофаг настолько невероятно пластичен, что вот так жестко взять и разделить. У меня возник вопрос профана. Переходы между М1 и М2 возможны? Ну, разумеется, это совершенно неповеренно. Они могут менять поляризацию? Инвитро, безусловно. Инвитро проблем нет, но беда вся в том, что в условиях культуры клеток, имея в холодильнике набор всех нужных факторов, я, в общем, из любого макрофага любой сделаю и наоборот. То есть, все зависит от окружения, конечно. и от окружения, и от набора химокинов, цитокинов, которым вы подействуете. от конкретной ситуации. Да, происходит ли это ин виво прямо в организме, это предмет больших дебатов и, как вы видите, вторая, 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 то есть, оно не случайно. Ин виво веритес, да. Вот попробуйте все, поменять поляризацию, поменять цитокиновый профиль в культуре, замечательно, все у вас получится. Попробуйте с помощью каких-либо макрофагоподобных клеток реально изменить ситуацию с воспалением в ин виво и доказать, что эти клетки вот были такими, а стали другими в ин виво. Пока это непосильная задача, никто этого не может сделать. То есть, вам как-то метить надо их, чтобы понять, что это один и тот же изменился. конечно, это очень сложно. Нет, можно сделать, ну, мысленный эксперимент. Берем макрофаги от мышей, экспрессирующих там green fluorescent protein, пусть у них будут зеленые макрофаги. Мы эти зеленые макрофаги бросим в незеленую мышь и с помощью либо прижизненного имиджера, либо при помощи флуоресцентного сортера, покажем, что эти клетки оказались там-то, вот на связи они тут-то, так они сортируются, они пришли туда, но надо же еще доказать, что они там что-то физиологическое сделали. Найти мы их найдем. Докажем ли мы, что они там что-то сделали, что они там сработали, ну, трудная задача. Потому что заманчиво, я бы не взялся. Но факт тот, что вот этот вот макрофагальный кусок воспаления теперь стал выглядеть гораздо сложнее. Тут вдобавок к всему этому еще нужно сказать, что их отличают не только по том, в чем они участвуют, и по цитокинам, они еще вроде бы, макрофаги-1 и макрофаги-2, отличаются по нескольким важным ферментным вещам. И самое, пожалуй, главное, что можно выделить, это то, что макрофаги-1 производят индуцируемую нитрикоксайд-синтетазу, значит, эффекторный азот, активный азот. А макрофаги-2, когда вот, так сказать, они превратились в М2, они производят вместо нитрикоксайд-синтетазы аргиназу, которая расщепляет аргинин, а аргинин, который они расщепляют не внутри, они эту аргиназу выбрасывают, аргинин начинает распадаться в среде, в культурах это показано, опять-таки, распад аргининов непосредственно в органе, не очень себе представляю себя как внеклеточный, как это можно показать, но тогда получается, что М2 имеют антивоспалительные действия, потому что аргиназа, внеклеточная необходима для активации Т-клеточного рецептора, и если Т-лимфоциты окажутся рядом с макрофагами 2, а там будет аргиназа, они не активируются, и поэтому воспаление будет гаситься, а не нарастать. Но, как вы понимаете, эти цепочки легче рисовать, чем доказывать. Да, чем доказать. Цепочки можно рисовать очень хорошо, вот, например, такая цепочка, молекулярный механизм предресса, три уровня, стимул, действительно, для М2 и для М1 совершенно разные. Здесь интерфероны, первого и второго типа прежде всего, и малая РНК, который, как всегда, все малые РНК что-то там активируют, на что-то там садятся, какие-то гены начинают работать, кое-какие из них даже вот известно, вот. А здесь немножко проще, здесь факторы Т-клеточные, но не всех Т-клеток, а то, что называется Т-холп-РФ2, тоже поляризованных клеток, это интерлекин-4-13, интерлекин-10, антивоспалительные факторы. Тут тоже под ними, значит, рецепторы разные, здесь рецепторы для этих цитокинов, а здесь рецепторы и толы, и НБД и прочие, то есть факторы естественного иммунитета. Ну, а потом начинаются транскрипционные факторы, которые якобы по-разному заводятся в М1 и М2, и поэтому отсюда, конечно, все и разное, потому что у одних будут одни гены работать под действием одних транскрипционных факторов, а у других другие. Но все это совершенно замечательно рисуется, это фронтирс иноминологи вот два года назад, я думаю, что эта схема тоже уже стала гораздо сложнее. Но беда в том, что в иммунологии это частое явление. Если можно что-то классифицировать, иммунолог немедленно начинает классифицировать, забывая о том, что физиология может быть важнее классификации. Может быть, не во всех случаях. Но... Но, с другой стороны, если ничего не классифицировать, то ничего не получится. Нужен язык, конечно. Нужен язык, на котором говоришь, безусловно. И, в общем, я более-менее так и рассказал о воспалении, о его регуляции, то, что хотел, кроме того, что я хочу показать на одном конкретном совершенно примере, как это выглядит на самом деле у живого живого животного на клеточном уровне. Повторяю, не на молекулярном. Потому что на молекулярном работать инвиво, ну, просто это... Те, кто этого умеют, печатаются в Cell and Nature, умеют не в ноги. Как обычно. Ну вот, это на примере туберкулеза на моих мышках. Что такое гранулематозное воспаление и что происходит там с клетками? Вот туберкулезная гранулема. Синим окрашены ядра клеток, которые составляют вот эту вот структуру. Стрелками показано, что эта структура местами уже лишается клеточных ядер, потому что в очаге воспаления постепенно начинается гибель клеток. Это новая вещь, которая в печати сейчас. То есть кое-что об этом уже печатали, но вот кое-что мы сейчас только-только подали в печать. Значит, очаг вот этот окружен, вы видите, розовым окрашен, очень красиво по всему кругу. Как ни странно, это Б-лимфоцит. Туберкулез никогда с Б-лимфоцитами особенно не связывали. Всегда это была болезнь, в которой участвуют макрофаги. Активирующие их Т-клетки за счет гамма-энтерферона макрофаги активируются, убивают микобактерии. Это протективный ответ. Уже лет 10 как красят и видят, что вокруг туберкулезных очагов Б-клетки. Что они там делают? Абсолютно пока непонятно. Мы сделали панель гибридом и моноклональных антител из этих клеток легкого. Не из обычной селезенки, как все делают, а из клеток легкого. Оказалось, что практически никакой специфичности к возбудителю у этих клеток нет. Они делают кучу иммуноглобулинов, которые неизвестно с чем реагируют. Вообще неизвестно. Они не реагируют ни с микобактериями, ни с легочной тканью. То есть они не аутоиммунные и они не к возбудителю. Они что-то там делают, они туда пришли, потому что их позвали воспалительные сигналы. И получается моя интерпретация, что это такие нормальные биологические ошибки, которые случаются, что есть болезнь. Стереотип ответа был сигнал, там воспаление, были цитокины, которые привели, привели, образовали очаги, как мы это всегда делаем. Но оказалось, что ткань-то не танзила какая-нибудь, а легкая. И зачем мы это сделали, никто не знает. На всякий случай. На всякий случай усугубили воспаление тем самым, разумеется. Ну да, эволюция так вот не до конца продумала. А эволюция, когда думала о том, как отвечать на пневмокока, она еще не знала о микобактериях. Абсолютно ничего, об этом не было. Считается, что микобактерии коэволюционируют с человеком, но вряд ли больше 80 миллионов лет. Это же очень небольшой срок. все несовершенно. Так что да, это избыточный. А зачем избыточный генетический код тоже? Ну, так получилось. Про запас. Так получилось, да. Вот. И вот если мы возьмем вот этот вот квадратик, выделенный кружочек, вот он же, это вот весь снимок, это вот этот вот квадратик. И покрасим по-другому. Мы покрасим на Т-клетке CD4, на Б-клетке, как мы здесь красили, и на ядра, вступившие в метоз. Есть такая теперь окрасочка, можно при жизни насмотреть, что вступает в метоз, а что нет. Вы увидите сразу, что в очаге есть не только Б-клетки, но и Т-клетки, зелененькие, довольно их много мелькает по всему полю. И есть какие-то клетки, которые пролиферируют. То есть они вступили в метоз, они делятся. И если мы возьмем вот уже из этого вот этот квадратик, и сделаем совсем большую окраску, и покрасим Б-клетки и методические ядра, и Т-клетки, и методические ядра. По крайней мере, часть клеток, они стрелками, где оболочка красится маркером, а ядро красится на деление. То есть здесь делятся Б-клетки, и здесь делятся Т-клетки. Прямо вот в этом очаге. Если уж они делятся, значит они там не случайны. Это абсолютно важный факт, потому что это не просто приток клеток, которые пришли, делают там что-то такое свое, о чем мы мало догадываемся. Ну, скорее всего, CD4 делают гамма-энтерферон, а Б-клетки, скорее всего, иммуноглобулина, им так положено. Ну и плюс к этому куча цистокинов. Но они еще размножаются внутри вот этих вот очагов. Зачем это нужно, пока неизвестно, но вы понимаете, что на большой шкале вот представьте себе... Не, ну размножаться точно не будут просто так. Да. Представьте себе на большой шкале куча легочных очагов, вызванных инфекцией, и там продолжаются активные процессы клеточного деления. А, между прочим, легкое не для деления клеток нужно, а для того, чтобы, вообще-то говоря, осуществлять обмен кислородом и углекислого газа. Если у вас там все набито очагами, где делятся клетки, вместо того, чтобы, так сказать, альвилы делом занимались, понятно, что в данном случае далеко зашедшее хроническое воспаление, это уже месяц три, вот оно, в общем, вот такое воспаление я бы стал останавливать, потому что иначе вот эта цитокиновая буря, которая, собственно говоря, и характеризует и иммунный ответ в начале, и воспаление в активной фазе. Она будет все время привлекать новые клетки, все время будет, так сказать, вот эта вот не успокаивающая ситуация. Так что, опять-таки, на красивой картинке можно показать, какие возникают вопросы. Зачем лимфоциты иммунной системы делятся в легком? Им положено этим заниматься в другом месте, абсолютно. Ну, вот это вот более-менее то, как я хотел изобразить эту историю. Спасибо. Мы сейчас продолжим через паузу в нашей рубрике по скриптам наш разговор. По скриптам я хотела вас спросить, во-первых, как можно, как происходит вот эта вот трансляция ваших результатов в практическую медицину. У вас выигрышное положение в том смысле, что вы работаете в цене туберкулеза. У вас очень короткий путь просто выйти и дойти до клинического корпуса. Это раз. А второе, вот каково место этих исследований, сколько лабораторий в мире этим занимаются, вообще, насколько это магистральный путь такой, хотя не факт, что магистральный путь самый, так сказать, обнадеживающий, но тем не менее. Вот где место этих исследований на карте мировой науки? Значит, на карте мировой науки. Нейтрофильным воспалением при туберкулезе всерьез, так по-настоящему, занимается приблизительно пять лабораторий. Две из них в Германии, в Макс-Планке в Берлине и в их центре туберкулезном в Борстале около Гамбурга. Там сильные люди, которые занимаются нейтрофилами. Нейтрофилами занимаются во Франции, в Тулузе. Естественно, в Штатах и, конечно, ну, в Штатах понятно, в частности, сильная группа есть в Питтсбурге, как ни странно, вроде место такое не очень научное, но тем не менее. Может быть, там много туберкулеза было из металлургических заводов? Может быть, когда-то и было, хотя их основной это центр Форт Коллинс в Колорадо, где никаких металлургических завод не было. Там санатории были в горах. Вот. Значит, нейтрофилами занимаются, и более того, поскольку непонятны базовые механизмы, вот группа изборстера, которая уже сделала работу на больных, у них есть та же клиника с хирургией, есть резекционный материал, в общем, они теперь кинулись обратно в мышей, чтобы понять, что на самом деле происходит, потому что экспериментировать легче. Вот. Что касается поляризации макрофагов, то здесь огромное количество людей пытаются что-то сделать, но вы, наверное, уже почувствовали, по-моему, тону, что здесь пока вопросов сильно больше, чем ответов. Я думаю, что могут появиться еще многие другие полярности, не только М1, М2. Да, конечно, конечно. С макрофагами я вообще... Чисто теоретически. Клетка, которая существует минимум миллиард лет, эта клетка нас умнее, и, так сказать, что с ней еще произойдет, я не знаю. Вот. То есть, работы такого рода ведутся, все-таки туберкулез, проблем серьезные, имея в виду и Юго-Восточную Азию, и Россию, и Китай, и Южную Африку. Вот. Что касается внедрения, собственно, наших работ. Потому что это все имеет очевидные практические применения. Мне тоже так кажется. Значит, много упирается в то, что я сам не очень хочу заниматься пробиванием в клинике разрешений. Просто я иначе перестану аналитику делать, это очень такой серьезный процесс. Но недавно у нас прошла серия работ по фактору, который здесь ни разу не упоминался, его даже нет на этой картинке. Это такой фотостокин, который называется интерлекин-11. Это провоспалительный фактор, еще какой. Причем он провоспалительный в ревматоидном артрите, в раке и в туберкулезе. И мы его в общем при туберкулезе сделали сами, это наша лаборатория, мы опубликовали четыре работы, в общем, завершив это публикацией этого года в Journal of Infectious Diseases с названием, которое начинается словами терапевтический эффект такой-то и такой-то терапии. Все это было сделано на мышах, но мы довели до того, что есть мутантная форма этого цитокена, мутагенез инвитро. Мы сделали цитокен, не мы его придумали, придумали другие лет 10 назад, а мы его сделали для практического использования. У нас есть система ингаляции для мышей. Это такой шприц, который стоит 2000 долларов. Шприц высокого давления с форсунками и распылителями. Так вот, если эту мутантную форму цитокена распылять аэрозольно и давать мышам дышать этим, то у них происходит конкурентная блокада самого этого цитокена и такой его формы, у которой сигнальящие трептофаны заменены несигнальящими аланинами. То есть цитокен прекрасно садится на свой рецептор и не умеет активировать клетку. Конкуренция. И мы показали, что у мышей это очень неплохая дополнительная противотуберкулезная терапия, то есть иммунотерапия, которая не отменяет антибиотики, но которая могла бы помогать регулировать. с этим я пришел к нашим клинициям, точнее я пришел конечно в дирекцию, чтобы если мы до чего-то договоримся в клинике, пусть это исходит не от меня, биолога, а пусть это от профессоров медицины исходит. И что если мы такую форму сделаем, там свои сложности. На мышах мы работали рекомбинантным белком, который мы сделали в Еколе для человека из-за того, что там примесил ЛПС, мы в опытах с трудом отбились от нападок, что у вас скорее всего там ЛПС работает, то что ну Еколе примесь. Значит для человека это нужно делать экспрессионную систему в клетках млекопитающих, может быть в клетках насекомых с помощью бакалавируса, могут быть варианты. В общем в принципе это что называется doable, но это требует безусловно. То есть это требует специальных людей, которые будут этим заниматься. людей найти генного инженера при поддержке проекта я конечно найду, это уж не такая страшная вещь, когда у вас есть все последовательности и белковые, и ДНК, и сайтовый мутагенез делать. Я имею в виду человека промоутера такого. но для этого нужен еще один промоутер в Минздрав фармкомитет, для этого нужен хороший экспрессионщик, но это ладно, очистка белков в стране плохо налажена, это же человек, это же нужно инваляции, это много, это вот, даже для пилотной группы, там, больных там в 20-30 просто хотя бы пруфа в принципу сделать, это нужны очень и очень большие средства, достаточно большие. Чистейшего препарата, да. Да, там, конечно, микрограммы, но даже микрограммы на группу больных, вот, там всегда, всегда есть вопрос, а можно это сделать с, кто будет контролем, которым не будут давать, такой контроль возможен, пожалуйста. Но настоящий контроль это тем, кому будут давать пшикалку какую-то, пустую, пустую, да. Пшикалку пустую, это как раз можно, а вот пшикалку с действующим воспалительным фактором это никак нельзя, мы же этому это делаем. Понятно. Вот, ну, в общем, масса сложностей. Да, 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 конечно, нужен воспалительный фактор. Я прямо скажу, что это первый раз за лет 20, когда я подумал, ну, если уж мы публикуем в международных журналах подряд четыре статьи от полногеномной экспрессии, где мы нашли, что это фактор важный, до терапевтического эффекта на мышцах, ну, обидно же это в своей клинике не сделать вообще. говоря. Вы на одной территории вообще. Да, мы на одном этаже, можно сказать, в одном коридоре, частично, да. Так что, вот этим я заниматься буду, но на сколько хватит, конечно, сил. Спасибо большое. Желаю вам сил на все. Спасибо. И на интересные фундаментальные исследования тоже. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.